Общероссийский патриотический форум в единстве народов, Сила России, представляет. Сегодня наша страна переживает самые серьезные вызовы и испытания в своей современной истории. Но общими усилиями наш многонациональный народ, соединенный общей судьбой на своей земле, как указано в преамбуле Конституции России, достойно переносит эти испытания и уже наметились позитивные изменения и в экономике, и в социальной сфере, и на полях сражений. Все это стало возможным благодаря единству наших народов и взаимопониманию наших традиционных религий и консолидации общества на базе нашей истории и традиционных ценностей. Однако есть силы внутри страны, пытающиеся раскачать ситуацию. Многие из этой так называемой пятой колонны действуют по наущению зарубежных недружественных центров. Значительная же часть этих людей, запутавшиеся по своему недопониманию истории нашего государства и основ нашего общества обычные граждане, видя эти угрозы, мы понимаем, какое важное значение имеет межрелигиозный диалог и единство наших народов, благодаря которому в свое время наша общая страна победила самого злейшего врага современности, фашистскую Германию, 80-летие победы над которой мы готовимся отметить в следующем году. Здравые силы нашего общества сегодня готовы объединиться, чтобы не допустить скатывания к ура-патриотизму и национал-шовинизму, также давая четкий и своевременный отпор различным проявлениям религиозного экстремизма и национального сепаратизма с инициативой объединения подобных сил и проведения общероссийского патриотического форума в единстве народов. Сила России выступила патриотическое движение из Санкт-Петербурга «Вечно живые». Инициативу петербургцев уже поддержали многие общественные деятели и политики. Деятели культуры с разных регионов России и из Москвы. 3 ноября накануне Дня народного единства в Казани представители многих регионов поддержали идею форума, арт-комитет которого был образован 11 ноября в Москве. А первое выездное заседание прошло 21 ноября уже в Санкт-Петербурге. Также планируется провести еще два заседания арт-комитета в ближайшее время в Грозном и в Донецке. И до проведения самого форума планируется провести в Москве дискуссионный клуб и круглый стол по недопущению фальсификации нашей истории. Сам общероссийский патриотический форум намечен на 23 января в Северной столице в канун годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы убеждены, что готовящийся форум сможет стать платформой для единения здоровых сил нашего общества, сил патриотических и интернациональных, в единстве народов, силы России. Вместе мы победим. Привезли для жителей Курска и военных вот такую гуманитарную помощь. Пошли, да, покажем, как наши волонтеры работают. Тут у нас, получается, мы распределяем всю гуманитарку. Там у нас по пакетам. Пошли, это пакеты покажи. Так, вот так мы, опять же, собираем все. Да, то есть, крупы, макароны, гречка, сладости, чаи. Вот гуманитарка, которую мы тут собираем, она, опять же, и мирным жителям Курской области, и также нашим военным передается. Ну, а кто тоже хочет поддержать наших бойцов, то реквизиты будут тут на экране. Сейчас, на самом-то деле, очень мало кто помогает. Коча, передай привет. Всем привет. У нас помыто еще два мочек. Для школы моряков. Коча Михаилу Нигматовичу. Огромное тебе спасибо, брат, за ту поддержку, которую ты оказываешь нам. За предоставленную помощь в специальной военной операции нашим волонтерам. Спасибо большое, брат. Берегите себя. Служу России, как говорится. Служу России. Спасибо.